На редкость жаркая 6 июля Евгений с семьей, как и многие мурманчане, решил провести на пляже недалеко от зверосовхоза. Мужчина отошел к машине, пока его супруга кормила ребенка на берегу. Возвращаюсь от машины и Люда говорит, а ты не видела мальчика? Я говорю, нет, я же по машине отходил, я не знаю, может мама забрала. Первым делом уточнили у отца, все ли под контролем. Подошел, спрашиваю, слушаю мужчину, а где ребенок? Не знаю, может скорее всего с мамой. Говорю, ты проверь, потому что последний раз видели в воде. Ну вот он подошел к машине, уточнил и сразу же крик на весь пляж. Тима, Тима. Евгений тут же кинулся в воду. В шести метрах от берега из-за яркого солнца и блика встал искать четырехлетнего малыша на ощупь. А потом уже подплывая, увидел на поверхности, у него такие шорты смешные, парашютом раздавались. Может быть их. А подплывая, встал, когда уже под воду ребенок уходил, то есть еще буквально чуть-чуть, я бы его не нашел. Спасали ребенка всем пляжем. Пока одни вызывали скорую, другие вместе с Евгением выгоняли воду из легких. Делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. По счастливой случайности, всего месяц назад мужчина прошел курс подготовки спасения на воде. К приезду бригады медиков мальчика привели в чувство. Как сказал папа, я с ним по телефону созванивался, медики сказали, что он не только в рубашке, даже в двух родился, еще и в каске. Я ни в коем случае не обвиняю этих людей, потому что у самого дети я прекрасно знаю, что это такое. Недавно мальчика выписали из больницы. Его здоровью больше ничего не угрожает. Но прийти на помощь получается не всегда. 21 июля в соцсети облетела трагичная новость. Во время сплава на Байдарке по реке Нива погиб 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга. Сейчас следственный отдел Кандалакши проводит процессуальную проверку. В то время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной судебной медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка стало все-таки утопление в воде. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение. И такие новости не редкость. В прошлые выходные на Варзуге шесть человек со стройматериалами переправлялись на трехместной лодке. В результате она перевернулась. Трое человек погибло. Освежить в памяти правила поведения в воде и оказание первой помощи никогда не бывает лишним. Сделать это можно, например, зайдя на сайт МЧС. Такие истории доказывают, что эти знакомые правила, которые мы неоднократно слышали еще на уроках ОБЖ, однажды могут спасти чью-то жизнь.